Омский животноводческий комплекс с начала следующего года перейдет в ведение администрации Заполярного района. А вот вопрос строительства фермы для крупного рогатого скота, который, пожалуй, является самым острым в селе, пока остается открытым. На протяжении нескольких лет строительство нового здания заморожено, а старое находится в аварийном состоянии. Таким образом, по старинке, конюх Алексея Ордеев вывозится с той лоновоз. Поддерживающий ремонт здесь проводят ежегодно, но толку от этого мало. Вода есть у нас, скважина, но приходится, автопоилки уже не работают, приходится вручную наливать, сделали желоба. Полки сейчас поменяли, утеплили, потолок полностью поменяли, до этого потолок падал на коров. В этом году на средства, выделенные Заполярным районом, животноводческий комплекс приобрел необходимую технику. Пресс-подборщик, кантователь и ухваты для погрузчика сена. Техника пришла с опозданием, поэтому и сенокос в селе затянулся. Если бы все нормально, в июле мы уже могли бы, в принципе, сено поставить, когда погода хорошая была. Но не было пресс-подборщика. Пресс-подборщик, который нам достался от СПК «Восход», каждый год его ремонтировали и ремонтировали. В общем, в том году мы даже план не доставили, сломался вообще на понедельник. Ну а сейчас на новом пресс-подборщике, конечно, доставили, но поздновато уже закончили, потому что погода не позволяла. Ну проблема была еще с вывозкой у нас. Приходится на сухогрузе, который сухогруз дырявый весь течет. Тем не менее, корма удалось заготовить почти 230 тонн. Этого обычно хватает до следующего сенокоса. Новую ферму в ОМЕ очень ждут. Своя молочная продукция здесь расходится быстро. А в современном здании можно будет и количество выпускаемых товаров увеличить, и ассортимент, а еще открыть рабочие места. Василий Хатанзейский, Александр Литкова, Владислав Носкин, Антон Бодряков, Телеканал Север.